Здравствуйте! В эфире новости ТВ3+. В студии Евгений Соленков. В сегодняшнем выпуске вы увидите. В Литве стремительно сокращается средний класс. Печальная статистика. Около 30 тысяч представителей этой социальной группы остались без работы. Инфляция обесценила сбережения. Рост цены процентов делает собственное жилье недоступной мечтой. Как сохранить средний класс? С 1 ноября меняются правила строительства на садовых участках. Теперь без разрешения можно будет возводить дома меньшего размера, чем раньше. Некоторые владельцы уже хватаются за голову. Придется составлять проекты, а это дополнительные затраты в десятки тысяч евро. Либо смириться с домом на треть меньшей площади. Как эти изменения повлияют на планы застройщиков? В Литве грозит серьезная нехватка полицейских. Генеральный комиссар полиции предупреждает. Не хватает почти полторы тысячи сотрудников, а половина действующих стражей порядка может выйти на пенсию в любой момент. Полиция просит власти выделить дополнительное финансирование, но его нет. Что ждет безопасность на улицах страны? Защита персональных данных доведена до абсурда. Родители школьников в шоке. Победители Олимпиад теперь скрыты под кодами, комбинациями цифр и букв. Агентство неформального образования Литвы объясняет это требованиями общего регламента по защите данных. Но не превращается ли забота о безопасности в бюрократический парадокс, создавая проблемы там, где их не ждали? Электромобили пока не завоевали сердца литовцев. В стране зарегистрировано всего около 15 тысяч таких автомобилей. Менее 1% от общего числа машин. Хотя продажи постепенно растут, водители отмечают. Высокие цены и недостаток зарядных станций возле многоквартирных домов тормозят развитие. Смогут ли экологичные технологии преодолеть эти препятствия и стать более доступными? КОНЕЦ Однако парламентарии, проголосовавшие за эту поправку, не совсем уверены, как закон будет работать на практике. И как будет контролироваться соблюдение этого требования среди работающих иммигрантов. Члены фракции Партии Свободы опасаются, что этот закон может оказать медвежью услугу ремесленникам, приезжающим на ярмарки. Поэтому были сделаны исключения. Временным торговцам из-за границы не нужно будет говорить на литовском языке. Мы вернемся к этой теме подробнее в ближайших наших выпусках. В Литве сокращается средний класс. И причина этого является весьма печальная. Около 30 тысяч представителей среднего класса в Литве стали безработными. Сбережения среднего класса обесценились из-за инфляции. А из-за роста цен и процентов стало трудно позволить себе собственное жилье. Поэтому, чтобы средний класс оставался средним классом, необходимо повышение зарплат как минимум на 50%. Жители городка Калвария мечтают о более высоких зарплатах. Люди, с которыми мы поговорили, откровенно признаются, что зарабатывают чуть больше минимальной зарплаты, которая в настоящее время составляет 700 евро на руки. Но как на нее прожить? Это уже личное дело каждого. И весьма непростое. Восемьсот евро. Сколько другие получают? Не знаю. Но я получаю столько. До тысячи евро минимум. Может, немного больше на руки выходит. В детском саду я зарабатывала 1200 евро. Все уезжают за границу на заработки. Эти нерадостные мысли жителей городка подтверждают и экономисты. Они сообщают, что в Литве сокращается средний класс. Около пяти процентов его представителей в этом году стали безработными. Средний класс сократился на 30 тысяч человек, так как часть безработных выпали из него и теперь считаются малоимущими. Средний класс по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития – это работающие по трудовому договору люди, которые в Литве зарабатывают от 930 до 2200 евро на руки в месяц. Человек, зарабатывающий 930-2200 евро на руки в месяц, имеющий собственное жилье, может позволить себе качественный досуг, путешествия и удовлетворение не только базовых, но и дополнительных потребностей, в том числе отдых за границей. Почти 63% населения можно отнести к среднему классу. Большинство жителей имеют недвижимость, и значительная часть населения может быть причислена к среднему классу. Однако почти у половины населения совершенно нет сбережений. И хотя зарплаты среднего класса за год увеличились на 160-400 евро, инфляция не позволяет людям ощутить это увеличение. Поэтому многие мечтают зарабатывать как минимум на 50% больше. Не меньше 2000 евро, может быть, 2500. 1200, чтобы осталось. 1500-2000 евро. Что-то в этом роде. Цены просто космические. Власть подняла себе зарплаты, а людям в Литве добавили всего по 20-30 евро. А себе сразу 2000 евро. Финансовое состояние среднего класса, по мнению экономистов, тоже находится на среднем уровне. Из-за инфляции, роста цен на жилье и процентных ставок становится все труднее позволить себе покупку жилья. Например, год назад представитель среднего класса в Вильнюсе мог купить жилье площадью 80 квадратных метров, а сейчас всего 50. Что почти вдвое меньше. Только в Каунасе и в Клайпиде можно позволить себе на 50% более просторное жилье. Рост безработицы и повышение цен на продукты остаются на высоком уровне. А услуги тоже остаются дорогими. Адаптация к этим изменениям происходит небыстро. Тем не менее, средний класс еще не израсходовал свои последние сбережения. В среднем каждый человек имеет финансовые активы на сумму почти 7000 евро, что на 10% больше, чем год назад. По оценке экономистов, для государства, стремящегося к стабильности, крайне важно сохранить как можно более широкую среднюю прослойку, так как она является крупнейшей потребительской группой. Более чем 600 тысяч человек. Это важная группа для экономики. У них значительные потребительские привычки. Люди со средним доходом способны заботиться о своем финансовом благополучии, жилье и питании, что позволяет им дольше оставаться продуктивными и жить долгую и комфортную жизнь. Президент Агитана Санауседу догнал скандал, разразившиеся 4 месяца назад из-за возможного нарушения предвыборного законодательства и правил агитации. В день выборов Науседа призвал людей собраться во дворе дворца на улице Дауконта и вместе ждать результатов голосования. Это вызвало возмущение консерваторов, которые обвинили его в нарушении запрета на агитацию. Избирательная комиссия начала расследование, но только сегодня вынесла окончательное решение. С минимальным перевесом в один голос было решено, что недостаточно доказательств того, что Науседа пытался агитировать избирателей. Тем не менее, самих консерваторов такое решение не убедило. Однако призыв Науседы собраться у президентского дворца, похоже, не привлек большого внимания. Пришли всего несколько десятков человек. Хотя они и ждали появления Науседы, он в итоге передумал и не пришел. В начале ноября, после Дня всех святых, изменятся правила строительства в садовых участках. Теперь без разрешения можно будет строить дом меньшего размера, чем раньше. Некоторые уже охватаются за голову, опасаясь, что теперь придется составлять проект. А в таком случае затраты на строительство могут вырасти на десятки тысяч евро. Либо придется довольствоваться на треть меньшей площади. Вероятно, рядом не будет промышленности. Хотим жить спокойно. Дом каркасный, 80 квадратов. Так о своем строящемся доме под Паневежисом рассказывает Ритис. Мужчина строит этот почти 80-метровый домик. Жить в собственном доме – его мечта. Ограничение 80 квадратов. Если превысить, начались бы проекты. А здесь простое примитивное строение, экономлю. Мужчине повезло, он скоро закончит эту стройку. Но тех, кто начнет строительство после Дня всех святых, ждут новые заботы и непредвиденные расходы. В середине июня министр защиты окружающей среды Симонас Гентвилас изменил технический регламент строительства. В результате почти вдвое уменьшилась площадь домов, которые можно строить без разрешения. Садоводы шокированы. Может, в конце концов, будет так, что для строительства туалета тоже понадобится проект. Пусть Гентвилас строит туалет и сидит в нем. Ерунда какая-то. Если оставляет 50 квадратов и 5 метров высоты, то что можно построить? Практически ничего. Лишь бы все дорожало для людей. И так непросто жить. Евро обесценился. Это несправедливо. Министр, чей срок полномочий подходит к концу, говорит, что ему надоел хаос в садовых товариществах. Якобы многие жители страны без разрешения строят мнимые садовые домики, хотя на самом деле это жилые дома. Министр решил, что в будущем таким людям придется довольствоваться не 80 квадратами площади, а всего лишь 5-ю десятью. И высота такого дома должна быть не 8,5 метров, а 5. Для садового домика, где можно ночевать летом, складывать газонокосилку или гриль, не нужны 80 квадратов. Дом 80 квадратов жилой. Чаще всего обходят правила, когда строят жилые дома в садовых товариществах без инфраструктуры. Не информируют соседей, не придерживаются порядков и стандартов. После внезапного изменения 30-летних правил садоводы предупреждают, что люди станут беднее, утонут в кредитах. Они рассказывают, что сейчас подходящее жилье можно построить и за 100 тысяч евро. Однако с проектом и разрешением на строительство по новым требованиям стоимость может возрасти втрое. Садовые товарищества были выходом для тех, у кого нет жилья, чтобы решить вопрос с проживанием. Здесь более дешевые территории, более дешевые участки, предоставлены льготы, так как люди сами ухаживают за своей средой. И больше всех могут пострадать многодетные семьи, ведь для них новые садовые дома будут на треть более тесными. Люди будут вынуждены нанимать компании, брать кредиты, покупать более дорогое жилье. Проблему эта не поможет решить. У людей и так нет денег. Между тем, объединение садоводов беспокоится, что новые ограничения на строительство – лишь первый шаг. Позже политики якобы разрешат на загородных участках строить многоэтажки. Министерство защиты окружающей среды проводит атаку на садовое товарищество. Уже подготовили проекты, чтобы их ликвидировать и трактовать по закону, как многоквартирные дома. Но министр лишь отмахивается. Он уверен, что если строишь не дачу, а дом, пригодный для проживания, он должен соответствовать всем требованиям. По словам министра, должен быть детальный проект – исправная канализация и водопровод, усепление по стандартам А++ и солнечная электростанция вместо печи и камина. В наших садовых товариществах – Шанхай. Их нужно регулировать, как и остальную городскую урбанизацию. Мы не можем закрывать на это глаза, чтобы город развивался как город, а здесь, в садовых товариществах, был Шанхай. В парламентской оппозиции обрушились на подход властей. Правящие якобы принимают решения, выгодные именно строительному бизнесу, а не жителям, мечтающим о собственном доме. Думаю, это было обещание проектировщикам или другим группам интересов. Видимо, девелоперам упрощены возможности увеличивать прибыль в городах. В оппозиции намекают, что после смены правительства новые правила строительства в садовых товариществах могут быть пересмотрены. Не испугавшись дождя, слепые и слабовидящие люди с собаками сегодня провели протестное шествие по проспекту Гедеминуса. Требует властей компенсации за обучение собак-поводырей. В настоящее время двое из трех человек с нарушением зрения в Литве не выходят из дома без помощи близких. Собаки могли бы стать глазами для незрячих. Но дрессура обходится в суммы около 30 тысяч евро, что является неподъемной суммой для многих. Власти тем временем не торопятся оказать поддержку. Не дождавшись помощи от Министерства социальной защиты и труда, слепые и слабовидящие отнесли письменное обращение в правительство. Но заместитель министра, принявшая его, не обещает быстрых решений. Министерство планирует создать рабочую группу для решения вопроса о собаках-поводырях в октябре и обещает найти средства на первых собак-поводырей в следующем году. Однако незрячие скептически относятся к таким обещаниям. В Литве может возникнуть нехватка полицейских. По словам генерального комиссара полиции, в стране не хватает без малого полторы тысячи сотрудников. А почти половина из тех, кто еще работает, может выйти на пенсию в любой момент. В связи с этим полиция просит власти выделить со следующего года дополнительные 100 миллионов евро, необходимые для сохранения опытных и способных работать сотрудников. Министерство внутренних дел денег не обещает, но обещает снять лишнюю нагрузку с полицейских. В литовской школе полиции, расположенной недалеко от Каунаса, обучается чуть больше, чем 200 курсантов. Директор школы объясняет, что каждый год достаточное количество претендентов выражает желание стать сотрудниками полиции. Проблемы, по его словам, заключаются в их подготовке. Требования достаточно высокие, как к безупречной репутации, так и к физической подготовке и к общему уровню образования. Многие из желающих просто отсеиваются. Школа старается адаптироваться к современным молодым людям, постоянно упрощает нормативы по физической подготовке и другие требования. Однако, одна эта школа не в состоянии решить проблему сокращения числа полицейских. Звучит нелогично. Конечно, у нас много желающих. Мы обучаем немалое количество. Каждый год устанавливаем рекорды, но одновременно ставим и антирекорды по числу уходящих сотрудников. К сожалению, мы не можем конкурировать с общей социальной средой, где есть возможности зарабатывать легче и больше. Согласно Государственному агентству данных, количество полицейских в Литве сокращается год за годом. По словам генерального комиссара Рината Сапожеллы, ситуацию удалось немного стабилизировать. Однако в настоящее время Литве не хватает примерно 1400 сотрудников полиции. На сегодняшний день полицейский в среднем получает зарплату ниже средней по стране. Есть сотрудники, которые не получают даже тысячи евро. Помимо этих проблем, полиция действительно переживает кризис. Это большие рабочие нагрузки и неконкурентоспособная зарплата. Министр внутренних дел Агни Белатайте вместе с руководителями главных полицейских комиссариатов и генеральным комиссаром обсуждают возможное решение проблемы полиции. Если говорить о последних четырех годах, то внимание к полиции было пристальным. Бюджет полиции увеличился на 42,3%, почти на 100 миллионов евро. Министр хвастается, что за время ее руководства годовой бюджет полиции достиг цифры 343 миллиона евро. Однако генеральный комиссар полиции Рената Спожела в сентябре намекнул, что в следующем году его сотрудникам потребуется дополнительно 100 миллионов евро. Но сегодня, во время переговоров, комиссар не называет конкретные суммы. Идет непростая работа по представлению приоритетов и потребностей. Каждый год мы выходим с максимальными запросами, и в этом году мы тоже подаем максимальные запросы. Генеральный комиссар не скрывает, что ситуация сложная. Почти у половины сотрудников есть возможность выйти на заслуженный отдых, но мы видим, что они лучше всего подготовлены и обладают опытом и стажем. Мы видим, что порой они уходят в неизвестность или находят работу, несоответствующую их квалификациям. Мы, вероятно, очень скоро увидим, что некому будет реагировать на происшествия, останутся нераскрытые преступления и неотработанные события. Министерство внутренних дел взялось за спасение профессии полицейского, стремясь сделать её более привлекательной. Агни Белотайте предлагает отказаться от некоторых функций, которые полицейские не должны выполнять. Например, от обязанности сопровождать крупногабаритные транспортные средства. Также предполагается упростить процедуру оформления ДТП. Необходимо освободить силы полиции от избыточных функций. Такие задачи, связанные с возмещением ущерба при ДТП, будут переданы страховым компаниям. По словам генкомиссара, власти должны уделить особое внимание опытным сотрудникам, чтобы они как можно дольше оставались на службе. Может быть, это значительная финансовая надбавка. Некоторые страны приняли решение выплачивать пенсию плюс зарплату. В некоторых странах при достижении определенного возраста выплачивается единовременная денежная премия. Предложение Министерства внутренних дел ещё предстоит рассмотреть в Сейме. Чиновники так стараются защитить персональные данные учеников, что эти попытки доходят до абсурда. Например, родители, чьи дети участвовали в Олимпиадах, были в шоке, когда увидели, что вместо имён и фамилий победителей ученикам присваиваются коды, комбинации цифр и букв. Придумало это агентство неформального образования Литвы, объясняя отсутствие имён и фамилий тем, что этого якобы требует общий регламент по защите данных, что приводит к лишним проблемам там, где их не ждёшь. Вильнюсец Дайнюс был озадачен, когда получил выходные и сообщения на телефон. Его дочь, которая участвовала в Олимпиаде по естественным наукам, была указана не под своим именем и фамилией, а каким-то непонятным набором символов. «С каких пор наши дети стали кодами? Это не коды, это люди, которые много работают, многого добиваются и впоследствии будут прославлять страну». Дайнюс начал выяснять, как получилось, что его дочь Ругиле вдруг стала кодом С-453. Он, как отец, хочет, чтобы успехи и достижения его дочери были известны и видны. И что это за нумерация детей, напоминающая порядок, существовавший в нацистских концлагерях? «Это какой-то ужас. Как такое может быть? Что дети стараются, работают, их учителя стараются, работают. Они хотят гордиться своими детьми. А тут поздравляют код». Оказалось, что при публикации результатов Олимпиады агентство неформального образования Литвы испугалось публично указать имена и фамилии победителей и заменило их на числовые коды. Организаторы Олимпиады получили указание отправлять родителям сообщения с этими кодами, которые каким-то образом присвоили детям, которые участвовали в Олимпиаде. Так дети превратились в комбинации букв и цифр. «Так всегда было. Так происходит и так будет, потому что мы не можем объявлять победителей, пока не обработаны данные, пока они не обезличены. Для этого нужно получить разрешение на публикацию персональных данных». Руководитель агентства утверждает, что это нормально – присваивать детям коды, вместо того, чтобы называть их имена и фамилии. «Родители возмущены, а вы улыбаетесь. Все в порядке?» «Никто не возмущается. Ни родители, ни кто-либо еще. Ничего не произошло. «Хотя бы по номерам автомобилей называли. Было бы хоть как-то проще, не знаю». Поразмыслив, руководитель агентства вспоминает, что все-таки существует способ называть детей их именами. «В среду и четверг, как и всегда, спустя некоторое время агентство объявит официальных победителей, и там не будет никаких кодов и чисел, а будут указаны конкретные фамилии и имена. И Литва сможет гордиться своими победителями». «Они поняли, что сделали глупость, и вместо того, чтобы признать ошибку, извиниться, начали изворачиваться». Главный редактор журнала Гинтерас Сарафинас, услышав такие оправдания, руководителя агентства неформального образования Литвы не подбирает слов. «Сегодня очень неприятно наблюдать, как учреждения, придумавшие такую глупость, пытаются как-то оправдаться. Придумывают многослойную ложь и сами же тонут в ней». Однако руководитель профильного агентства оправдывается тем, что такие правила придумал не он, а это требования общего регламента по защите данных. Их соблюдение обязательно, даже если кажется абсурдным. «На мой взгляд, это слишком строго, но есть законы, которые мы обязаны соблюдать». «Объясните, почему родители не могут получить сообщение, что их дочь не С-500, а с именем и фамилией, и заняла определенное место». «Прежде всего, как я уже упомянул, это будет сделано». Примечательно, что в предыдущие годы дети не скрывались за никакими секретными кодами или раньше не возникало проблем с предполагаемым нарушением регламента защиты данных. «Они за последние 20 лет никогда никому такого не отправляли, потому что это нелогично, называть ребенка кодом, номером или чем-то подобным. Это выглядит как оскорбление». Руководство Министерства образования, науки и спорта утверждает, что этот случай не имеет к ним отношения, и что идея присваивать детям коды была придумана без их ведома. «По нашему мнению, победители Олимпиад должны быть объявлены с указанием их имен и фамилий. Здесь совершенно нечего скрывать. Эти люди публично награждаются, а сам факт участия в Олимпиаде предполагает согласие быть публичным в случае победы. И для нас сложившаяся ситуация неприемлема». Министерство образования, науки и спорта будет выяснять, почему дети, участвующие в Олимпиадах, внезапно стали странными комбинациями чисел и букв. А агентство неформального образования Литвы обещает, что такая ситуация больше не повторится. «Жители Литвы все еще с недоверием относятся к электромобилям. В нашей стране зарегистрировано всего около 15 тысяч таких автомобилей, что составляет менее 1% от общего числа машин. Хотя и не слишком активно, но все же постепенно продажи электромобилей растут. Однако водители отмечают, что их от покупки останавливают не только цены, но и недостаток зарядных станций рядом с многоквартирными домами». «Этот Тесла третьей модели. Сегодня один из самых популярных электромобилей на рынке поддержанных авто в Литве. Его цена начинается от 20 тысяч евро, и это относительно доступный поддержанный электромобиль. Однако среди тех, кто покупает новые электромобили, Тесла уже не является самой популярной маркой». «В этом году лидирует китайский бренд «Ора». Стоимость этого электрокара на рынке начинается от 25 тысяч евро за новый автомобиль. На одном заряде он может проехать более 300 километров». «Этот автомобиль, по данным текущего года, является самым популярным среди новых автомобилей, что является значительным изменением, поскольку в прошлом году лидером была Тесла». «Несмотря на то, что китайские производители активно выходят на европейский рынок, жители Литвы по-прежнему с недоверием относятся к электромобилям». «Как мы шутим, зарегистрированных лошадей в Литве все еще больше, чем электромобилей». «В Литве зарегистрировано всего около 15 тысяч электрокаров, а это менее 1% от общего числа зарегистрированных автомобилей в стране. По такой статистике Литва находится ниже среднего уровня по Европе». «В целом только 8% людей когда-либо сидели в электромобиле, будь то в качестве водителя или пассажира». «Мы спросили у водителей, что отталкивает их от покупки электрокара». «Пока что финансово не получается, на самом деле слишком дорого». «Не зарабатываю столько». «Деньги мешают. Я купил машину за 800 евро, проехал 150 тысяч километров без ремонта. Почему я должен покупать что-то за 40 тысяч?» «Цена немного выше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Но я бы не сказал, что она настолько большая, чтобы отпугивать». «Мы поговорили с водителями в Щауляй, где очевидно, что электромобилей не так много, как в столице. Там и зарплаты значительно отличаются от Вильнюса». «Наиболее скептически к электромобилям относятся те, кто в них даже не сидел». «Я люблю ездить дешево, максимально не вкладываться, как можно меньше инвестировать в транспортное средство». Кстати, по результатам опроса, пятая часть респондентов могла бы позволить себе электромобиль. Однако они предпочитают покупать гибриды или бензиновые автомобили. «Скажем так, я бензоголик». Дизельные авто покупают реже. Обычно на такие машины выделяют всего несколько тысяч евро. Однако не только финансы останавливают от покупки электромобиля. Батареи этих машин через 10 и более лет становятся непригодными для использования. А стоимость замены батареи для Тесла третьей модели начинается от 12 тысяч евро. Тогда как у других моделей может доходить до 15 тысяч евро. «А за сколько она зарядится?» «У меня до 80% за 20 минут зарядится». «Инфраструктура не так хорошо развита, чтобы были зарядные станции на каждом углу. Их очень мало». «Я думаю, что больших проблем нет. Интересный факт – сколько зарядных станций приходится на тысячу электромобилей. В Литве на это количество их 126. Ровно столько же, сколько в Германии». В Литве сейчас работает около 1800 общественных зарядных станций для электромобилей. «А сколько таких станций в Вильнюсе?» «Во всем Вильнюсе около 300 общественных зарядных станций. Из них 100 станций принадлежит муниципальному предприятию «Вильнюс Абшвитимас». Оставшиеся 200 станций были установлены частными компаниями. «Если спросить водителей электромобилей, они скажут, что зарядных станций катастрофически не хватает. Но если обратить внимание на загруженность, то кажется, что станций больше, чем электромобилей в Вильнюсе». Также утверждается, что зарядных станций достаточно и в спальных районах. Однако, как замечают жители, возле многоквартирных домов их все еще не хватает. «Китай активно выходит на европейский рынок, и мы видим много автомобилей китайского производства. В прошлом году каждый пятый проданный электромобиль был произведен в Китае, а 8% всех автомобилей принадлежали китайским брендам, таким как этот – GWM Ora. Тем временем в Норвегии зарегистрировано больше электромобилей, чем бензиновых автомобилей. Однако дизельные авто остаются самыми популярными в стране. Более того, в Норвегии в некоторых местах можно заряжать автомобили не только на станциях, но и беспроводным способом – просто проезжая по дороге». Любимая часть любого выпуска новостей – это когда говоришь про погоду. Там все, конечно, не так стабильно, но приятнее, чем про все остальные темы. Здравствуйте, Наглис. Здравствуйте, Евгений. Дамы и господа, добрый вечер. У меня вопрос к вам как к профессиональному метеорологу. Ну-ка. Скажите, пожалуйста, сонливость, желание спать постоянное, вот сейчас глаза закрываются, это как-то связано с погодными условиями или это авитаминоз? Возможно, с низким давлением. Во всяком случае… Ну, моим или погодным? Да. Атмосферным, смыслом? Да. А, хорошо. Просто мы привыкли жить этой осенью в условиях повышенного атмосферного давления, а вот здесь приблизился такой циклон, идет дождь, пасмурно, в общем, все как и должно быть в октябре. И вот поэтому и сонливость. Вот, так что Вильнюс, мокрый, мокрый серый Вильнюс. Смотрим, Жемейтие, тоже дождь либо только что был, либо еще там на горизонте идет. Вот, тоже серое, мокрое, но еще зеленое. И побережье Клепеда, тоже низкая облачность, все то же самое, только немножко по-другому. Давайте посмотрим, что будет дальше. Дальше, вот, сегодня вот эта вот облачность с юга на север, вот эти дождевые облака, вот они вот через Литву, проходили солнечно в Швеции, либо в Украине, здесь вот, вот эта вот область низкого давления, вот по ней облака и шли, и завтра эта область немножко подвинется к востоку от нас. А посему, этой ночью облачно, но начиная с южных районов, вот, будет проясняться, так, облачность будет рассеиваться, облака станут все тоньше и тоньше, и дождь постепенно прекратится, но днем еще кое-где может капнуть. Но очень уже немного, потому что уже сами облака будут достаточно тонкие, и много дождей из них не будет. Температура. Облачность и дождь уравняют температуру ночью, 6-8 градусов тепла, это достаточно высокая температура. Завтра днем 11-13, ну, ни много ни мало. Дальше. Суббота-воскресенье. Атмосферное давление постепенно повышается. Евгений, вы почувствуете себя лучше. Сонливость, скорее всего, пройдет. А пройдут и дожди. В субботу их вероятность очень небольшая. Воскресенье, ну, может капнуть где-нибудь там в южной части Литвы, там. Трускиненькой, ЛСД, где-то там. В остальной части нет. Температура. Поскольку уже облачность немножко рассеивается, ночью будут открываться прояснения. Будет от 1-3 градусов тепла на север Литвы до 7-8-9 градусов на юге. И еще вот и заморозки. Опять появляются заморозки. В субботу там на северных районах. В воскресенье будут разбросаны хаотически. Ну, днем 11-13 или 12-14 градусов тепла. Так что, обобщая, можем сказать, что завтра как завтра. Но выходные такие и на природе погулять, там что-нибудь в саду сделать. Совсем неплохая погода. Вот оно как получается, Наглис. Вы не только рассказываете о том, какая погода нас ожидает, но и можете давать какие-то рекомендации для людей метеозависимых. Что кроме давления? Есть что-нибудь? Магнитные бури, ветра какие-нибудь космические? Что-то еще повлияет на нас? Да, перед самой передачей пришло сообщение о том, что солнышко плюнуло в сторону Земли облако на магниченных частиц. И ближайшей ночью уже начнется возмущение магнитного поля Земли. Продлится где-то двое суток. И такая средняя уже, ну, уже не слабая магнитная буря будет, а временами уже и средней тяжести. И большинство из нас ничего не почувствует. Но те люди, у которых есть проблемы сердечно-сосудистые, там, болезни, там, вот эти. Им, ну, лишний стакан воды не помешает, потому что надо, чтобы кровь была немножко жиже. И все. Магнитные бури, особенно сильные, они действуют так, что увеличивает, немножко увеличивается вязкость крови. Большинство из нас это, ну, никак не чувствуется. Молодые, здоровые люди, они никак не чувствуют это. А вот у которых, там, болезни, здоровье на пределе, вот этим людям может и, эти люди могут как-то почувствовать. Это значит, таблеточка аспирина перед сном, стаканчик воды, все. Я там на вашей фразе, поэтому нужен стакан, я уже думаю, ну-ну-ну, давайте, давайте, разрешите. А воды, хорошо, это очень полезно. Наглиц, большое спасибо. Как всегда, вы великолепны. Друзья, на сегодня все. Это были новости ТВ3+. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что не забываете оставлять лайки, комментарии и подписываться. А на сегодня все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»